Вначале было слово Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на урок церковно-славянского языка! Давайте перед занятиями помолимся все вместе Богу, да поможет Он нам в учении. По имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи, благослови! Ребята, сегодня мы продолжаем нашу беседу о букве, древнее имя которой – Слово. Вот она. Наш урок мы посвятим существительным на букву Слово, обозначающим предметы, которые мы видим во время богослужения в церкви. Войдя в храм и перекрестившись, мы подходим к свечному ящику и, жертвуя на храм деньги, покупаем свечу. Давайте посмотрим, как это слово пишется по-церковно-славянски. Да-да, именно так, через букву Ща. Вы уже знаете, ребята, что в церковно-славянском языке некоторые слова отличаются от похожих на них русских лишь одним согласным. Например, по-русски «свеча», по-церковно-славянски «свеща». Конечно, и все слова родственные существительному «свеща» тоже пишутся через «ща». «Свещник», то есть подсвечник, светильник, «свещеносец», церковный служитель, который выносит свечу в определенные моменты на богослужении. За свечным ящиком обычно принимают и записки, в которых мы пишем имена живых и усопших, близких нам людей, когда хотим, чтобы вся церковь помолилась за них. За усопшего человека принято подавать записку для ежедневного поминовения его на литургии в течение 40 дней со дня смерти, чтобы Господь упокоил его в Царстве Небесном. Такое поминовение называется «сорокаустом». В храме имена умерших для поминовения за каждым богослужением записываются в синодик, в специальную книгу. Это слово, ребята, пришло к нам из греческого языка. А теперь давайте приглядимся к облачениям священнослужителей. Есть ли среди них предметы священной одежды, названия которых начинаются на букву слова? Конечно. Вот диакон на амвоне возглашает ектенью. Помните, каковы главные принадлежности его богослужебной одежды? Правильно. Орарь – длинная широкая лента, поручи, которыми стягиваются концы рукавов. И стихарь – длинная прямая одежда с широкими рукавами. Давайте запишем это слово по-церковнославянски. Стихарь пишется через букву «И» десятиричное. Своей формой стихарь повторяет земную одежду Господа нашего Иисуса Христа. Интересно вот что. В стихарь облачаются не только диаконы, но и чтецы, и священники, и архиереи. Только у чтецов и диаконов стихарь – верхнее богослужебное одеяние, а священники и архиереи надевают поверх стихаря прочие ризы. Поэтому такой стихарь называют подризником. Он более простой. Белый цвет его напоминает нам о чистоте души, которая необходима для служения Богу. А у диаконов стихарь из парчи и бархата. Вознося прошение к Богу от лица всей церкви, диакон своим красивым одеянием свидетельствует о ее небесном благолепии. А вот смотрите похожее облачение. Какое богатое, великолепное. Называется оно «сакос». Как вы догадались, ребята, слово это греческое. Сакос облачаются только архиереи. Он надевается поверх подризника, о котором мы только что говорили, и подобен диаконскому стихарю, только короче его. Рукава и обе стороны парчевого сакоса застегиваются красивыми пуговицами – звонцами. Очень интересная история этого облачения. В древности сакос был частью одеяния благочестивых греческих царей. И испочтение ко святой церкви был пожалован константинопольским патриархам как знак их особенного отличия. А позже в сакосы стали облачаться и другие архиереи. Вот такая древняя история у этого величественного облачения. А знаете ли вы, ребята, как называется вот этот головной убор? Скуфья – это небольшая мягкая шапочка. Она сшита так, что ее складки сверху образуют над головой священника знамение креста. Среди книг, которые употребляются за богослужением, тоже есть название на букву слова. Это «Служебник» – специальная книга для священников и диаконов. Вы, наверное, догадываетесь, что название «Служебник» происходит от слова «служить». Действительно, в нем изложена главная служба церкви – божественная литургия, а также вечерняя и утренняя. Служебник бывает разных размеров. Большой – для совершения службы в алтаре, там он находится на аналое. И малый, который можно легко держать в руке во время молитвы в центре храма. «Служебник» необходим священнику при богослужении, поэтому эту книгу он получает сразу при рукоположении из рук самого архиерея. Вот, друзья, сколько всего мы сегодня узнали. И помогла нам в этом буква слова. Сейчас, к сожалению, пора прощаться. Всего вам самого доброго, друзья. И да хранит вас Господь!